МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. В районах республики будут установлены модульные павильоны автостанции для удобства сельских жителей, отправляющихся в поездку общественным транспортом. Об этом решении руководитель Мариел Александр Евстифеев рассказал в ходе рабочей поездки в Советский район. Такого аншлага в местном ДК не было давно. На встречу с Евстифеевым пришли все неравнодушные жители райцентра. Также люди специально приезжали и из деревень. На этой встрече руководителю региона было задано рекордное число вопросов – около 30. Говорили о многом – от плохих дорог и состояния автовокзала, до ремонта школ и детских садов, выделения пособий многодетным семьям, открытия новых рабочих мест на селе. Вопросы знакомы. Я должен сказать, что очень энергичное население – это один из крупных наших районов. В районе есть, к сожалению, проблема. Основная проблема – это все-таки нехватка рабочих мест. И вот эту проблему нужно решать обязательно. Но есть и традиционные наши проблемы – это дороги, это и состояние школ, и состояние лечебных учреждений. Но, с другой стороны, состояние по отдельным специалистам в медицине район укомплектован. Народ настроен созидать, нет критики ради критики. И поэтому разговор был предметным, с ожиданием положительных решений, с ожиданием результата. Вот этому результату и будем соответствовать. Также Александр Евстифеев сообщил, что республика получила из федерального бюджета около 300 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие медицины и нужды образования. Главе советского района Валентину Епифанову было дано поручение сформировать заявку, где были бы отмечены приоритетные для района задачи и необходимый объем финансирования. В завершение встречи Александру Евстифееву вручили памятную фотографию с фолькнородным ансамблем из советского района, сделанную в июле во время фестиваля «Земля предков». Тогда, познакомившись с артистами, Евстифеев пообещал обязательно приехать в поселок Советский и сдержал свое слово. Транспортные ворота республики должны соответствовать духу времени и иметь современную инфраструктуру. А ее развитием должны заниматься совместно железнодорожники, владельцы автовокзала и городские власти. Такие тезисы прозвучали в ходе инспекционной поездки рабочей группы правительства республики и муниципальных чиновников по Ешкороле. О настоящем и возможном будущем вокзала в столице в материале нашей съемочной группы. Железнодорожный вокзал и пешеходный мост через пути – важные стратегические объекты столицы. Пешеходный мост очень востребован. И ежедневно множество горожан, порядка 7 тысяч человек, сокращают себе путь как в жилой сектор, так и на производственные предприятия, которых в промзоне в избытке. Проект реконструкции моста был утвержден в 2014 году по инвестиционной программе филиала РЖД Горьковской железной дороги. Полная стоимость работ превышает 300 миллионов рублей. Мост планировали сдать к началу учебного года, но пешеходы смогли воспользоваться им уже с середины августа. Масштабное сооружение оценил и руководитель нашего региона. Спасибо железнодорожникам за такой подарок городу и республике. В общем, безукоризненно выполнены работы, и понятно, что это на века сооружение, и будет активно эксплуатироваться. И вот существование теперь этого моста дает возможность активнее строиться и по ту сторону железной дороги. Мост защитит пешеходов от ветра, снега и дождя. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен пандус. У ступеней есть специальное покрытие, которое не допустит обледенения. Не осталось без внимания и привокзальная площадь. Александр Евтифеев заглянул также и на автовокзал. Территория, расположенная между улицей Яналова и проспектом Гагарина, должна быть преобразована. Соответствующие поручения и пожелания были высказаны как министру транспорта, так и мэру города. Асфальтовое покрытие должно быть приведено в порядок, а посадочные площадки должны стать безопасными и, самое главное, удобными и для пассажиров, и для перевозчиков. Отдельное внимание должно быть уделено объектам уличной торговли. Стихийных и несанкционированных палаток, расположенных где попало, быть не должно. В перспективе при обустройстве привокзальной площади должны быть объединены усилия железнодорожников, руководство автовокзала, Минтранса и администрации столицы. Соответствующие предложения по реконструкции в правительстве нашей республики ожидают в самое ближайшее время. В Мариэл займутся созданием искусственного интеллекта и разработками на основе технологии блокчейн, а в многофункциональных центрах республики появятся бесплатные юридические консультации. В Марийском госуниверситете реализованы два важных этапа программы развития опорного вуза республики. Каждая из них послужит не только повышению качества образования в регионе, но и социально-экономическому развитию Мариэл. Обо всем по порядку далее в нашем сюжете. Искусственный интеллект не в долгосрочных прогнозах футурологов, а здесь и сейчас, прямо в Ешкар-Ален. В рамках программы развития опорного вуза в Маргу состоялось открытие новой лаборатории, которая стала одним из результатов сотрудничества университета и группы компаний DICT. Деятельность лаборатории iLabs описывается терминами, пока экзотическими для широкой публики. Например, технология блокчейн, на которой основана работа криптовалют, но перспективы применения которой намного шире. Или искусственный интеллект. Его разработка, скорее всего, станет таким же событием 21 века, каким в 20 веке стал полет человека в космос. В планах руководства опорного вуза создание на каждом из факультетов проектных групп из лучших студентов. Они и будут вести исследования на базе лаборатории iLabs. Это удивительно, но даже филология и лингвистика сегодня не обходятся без компьютерных технологий. Компьютерная лингвистика – это, можно сказать, прикладная практическая дисциплина, помогающая автоматически обрабатывать тексты, письменные и устные, на различных языках. И если на английском языке существует уже большое количество приложений созданных, то на русском языке есть еще масса таких научных лакун, которыми можно заниматься. И как раз одно из направлений работы лаборатории является прикладная лингвистика. Более того, именно в этом направлении сотрудники лаборатории уже добились серьезных успехов, выиграв грант в несколько миллионов рублей, которые будут потрачены на работу над созданием красной книги исчезающих слов русского языка. Это словарь редких слов русского языка, которые редко применяются в обществе, но тем не менее полезны для культуры России, для изучающих русский язык. Например, такие слова, как нежить. Но нежить — это не упырь, а нежить от слова «нежность». Ну или там, в виде баклуши, например. Скоро этот словарь будет доступен для публичного доступа. И каждый, кто изучает культуру русского языка, кто изучает русский язык, может им воспользоваться. Резюмируя, стоит отметить, что работа лаборатории не будет носить исключительно учебный или только исследовательский характер. Здесь будут сотрудничать и студенты, и ученые, и действующие специалисты, создавая инновационные продукты и помогая внедрять их в реальном секторе экономики. И, по сути, это ответ на те задачи, которые ставит перед системой образования современный мир. Я от лица студентов хочу выразить огромную благодарность руководству Моргу и группе компании «Дикт» за предоставленную возможность заниматься проектной деятельностью и познакомиться с высокими технологиями за открытие этой лаборатории. Еще одно важное событие в развитии опорного вуза – подписание соглашения между многофункциональным центром и Марийским госуниверситетом. Согласно ему, в подразделениях МФЦ в Ешкорале и Оршанке будут организованы бесплатные юридические консультации для населения. На базе Марийского государственного университета работает юридическая клиника. Уже более 15 лет, более 40 тысяч обращений было обработано за эти годы и оказана помощь. На сегодняшний день мы расширяем данные границы и данную помощь бесплатную юридическую мы будем оказывать силами юридического факультета и нашей юридической клиники на базе многофункциональных центров Республики Морел. На самом деле очень большое событие для нас, из которого, я думаю, что получат огромнейшую пользу все стороны. В первую очередь, это, конечно, люди, которые к нам приходят, поскольку они, помимо обращения за получением государственных и муниципальных услуг, теперь смогут получить консультацию по тем жизненным проблемам и ситуациям, которые у них возникают. Конечно же, пользу получат и те студенты, которые будут работать в этих юридических консультациях, поскольку они получат возможность отточить свое профессиональное мастерство, повысить уровень своей профессиональной компетенции. Ну и, конечно же, я надеюсь, что определенную пользу получим мы, поскольку мы на практике, уже в реальной работе сможем отсоединить тех студентов, которые к нам приходят, и отобрать тех студентов для трудоустройства к нам, которые соответствуют нашим ключевым ценностям. Стоит отметить, что все ключевые проекты Маргуна сегодня реализуются в рамках программы по развитию опорного университета, деятельность которого не должна ограничиваться лишь образовательными услугами. Опорный ВУЗ – это научная, кадровая, технологическая и исследовательская поддержка в работе правительства Морел по развитию региона. До свидания. в муниципальных районах. Заявки можно оставлять уже сейчас в профильном министерстве по телефону в Ешкороле 42-04-90-42-16-58. Предполагается, что нынешней осенью будет восстановлено 140 гектаров леса. Для этого уже заготовлено 100 тысяч сеянцев сосны, ели, береза, дуба, лиственницы и кедросибирского. Всего за 2017 год в Морел будет восстановлено почти полторы тысячи гектаров леса. Это и горельники, и промышленные вырубки в рамках региональной программы лесовосстановления. Накопить на достойную старость. Такую задачу ставит перед собой, если не каждый из нас, то точно большинство. Способы у всех свои. Например, около 400 тысяч жителей Морел сегодня имеют пенсионные накопления, которые были сформированы за счет страховых взносов с 2002 по 2014 год. Эти средства работодатели перечисляли за своих работников в пенсионный фонд, согласно действующему тогда законодательству. Суммы эти в среднем составляют от 50 до 100 тысяч рублей. Но кого-то накопилось и больше. Сейчас средства зафиксированы на индивидуальных счетах каждого человека. А вот как грамотно ими распоряжаться, чтобы сумма увеличивалась, а не уменьшалась? В этом вопросе разбиралась наша съемочная группа. Итак, средства пенсионных накоплений каждого человека, получавшего белую зарплату с 2002 по 2014 годы, сейчас зафиксированы на индивидуальном счете. При этом у нас есть право выбора страховщика для инвестирования своих пенсионных накоплений. Пенсионный фонд России инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк и частную управляющую компанию. Если гражданин выбирает управляющую компанию, то смена страховщика не происходит. Вашим страховщиком по-прежнему остается Пенсионный фонд России. Смена страховщика происходит в трех случаях. И менять его мы можем ежегодно. Стоит лишь написать заявление. Но прежде этот шаг нужно обдумать, предупреждают специалисты. По заявлению о переходе пенсионные накопления будут переданы новому страховщику по истечению пяти лет с года подачи такого заявления. Заявление о досрочном переходе к новому страховщику будет удовлетворено на следующий год после подачи такого заявления. Различие между заявлением о переходе и о досрочном переходе заключается не только в различных сроках перевода средств пенсионных накоплений, но и в различной методике подсчета той суммы, которая будет передана новому страховщику. Вот здесь-то и нужно понимать разницу. При переходе к новому страховщику через пять лет мы ничего не теряем. Все средства пенсионных накоплений вместе с инвестиционными передаются новому страховщику в полном объеме. А вот досрочный переход к другому страховщику может быть не столь приятен. Досрочный переход от одного страховщика к другому может повлечь потерю инвестиционного дохода, а также уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму убытка от результата их инвестирования. По словам специалистов пенсионного фонда, ежегодно менять страховщика просто невыгодно, потому что к другому мы уйдем с той же суммой, с какой пришли к этому. Пользоваться таким правом лучше не чаще, чем раз в пять лет. Но и в этом случае прежде следует проконсультироваться у своего нынешнего страховщика. И сделать это рекомендуется до принятия решения о переходе и подписании договора. Выбор страховщика – это личное решение гражданина. Потребовать перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд не имеет права ни работодатель, ни агентство по трудоустройству, ни коммерческий банк при кредитовании. Остается добавить, что к выбору фонда, которому мы собираемся доверить свои накопления, следует подходить более обдуманно, принимая во внимание опыт, репутацию и результаты инвестирований пенсионных накоплений. Особенно легкомысленно открывать дверь незнакомцам, которые часто стучат в наши квартиры и обещают увеличить накопления в разы. Стоит лишь подписать с ними договор прямо здесь и сейчас. Театр оперы и балета имени Эрика Сапаева вернулся на днях из Канн, где наши артисты принимали участие в 20-м фестивале российского искусства. Это один из самых престижных фестивалей мира, и крайне редко в нем принимают участие коллективы провинциальных театров. Однако театр из Ешкар-Алы получил приглашение в Канн еще год назад. Отмечу, что сердца зрителей Старого Света наши артисты завоевывали в течение нескольких лет, и сейчас европейские турне театра стали постоянными. На Каннском фестивале театр оперы и балета представил балеты «Эсмеральда» и «Ромео» и «Джульетта». Спектакли прошли с колоссальным успехом, огромное количество зрителей, потрясающие отзывы. И когда мы анализируем то или иное событие, как оно прошло, для меня замечательно, что прошло хорошо, но главное, что какой результат дальше. Потому что мы тут же получили приглашение на выступление на фестивале Венеции, подтвердилось приглашение нашего театра на фестиваль в Берлине, который будет проходить весной следующего года, фестиваль русского балета в Русском доме. То есть вот все, что было сделано на фестивале, я думаю, что это был хороший результат, именно в том, что получается продолжение. Напомню, что артисты из МРИЭЛ стали лауреатами Государственной премии правительства Российской Федерации имени Волкова за вклад в развитие театрального искусства страны. Это действительно презентация русского искусства. С нами был в программе заявленный хор Пятницкого, блестяще выступал. Зураб Царители представлял свою выставку. Были представлены кинофильмы, последние премьеры нашего кинематографа, Анна Каренина в частности. Был потрясающий вечер, который называется «Русская ночь». Все это проходило в Каннском фестивальном дворце, где проходит, кстати, Каннский кинофестиваль. И это же «Красная дорожка», по которой люди поднимались на наши спектакли. Вот было очень приятно, очень такой, знаете, торжественный момент. Мы много ездим, повторюсь, да, много видим. Но вот есть такие какие-то ключевые топовые вещи, которые, ну, бывают редко, и хочется, чтобы они повторялись. Сейчас труппа готовится к премьерам на родной сцене. В октябре в театральной афише опера «Кармен» и «Гала-концерт», посвященный 25-летию творческой деятельности художественного руководителя театра Константина Иванова. В концерте примет участие вся труппа театра. Это не просто спорт, это киберспорт. И с недавних пор это еще и вполне официальный вид спорта. И для любителей видео и онлайн-игр один из крупнейших провайдеров страны приготовил отличный подарок. Уже полюбившийся многим тариф игровой от Ростелекома успел покорить сушу и теперь выходит на морские просторы. Так что появился еще один способ интересно скоротать долгие осенние вечера. Компании Ростелеком и Wargaming расширяют свое сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой». Он создан специально для российских поклонников онлайн-игр. При его подключении и активации опции World of Tanks, World of Warships, каждый абонент Ростелекома в дополнение к существующим преимуществам в танках получит премиум-кора большинства уровня «Адмирал Макаров» и премиум-аккаунт в военно-морском экшене. Появление тарифного плана «Игровой» вызвало большой интерес у поклонников игры World of Tanks. Потому что помимо стабильной скорости соединения, тарифный план дает очень хорошие игровые преимущества и уникальные модели военной техники, которые больше не доступны никому. Теперь данные преимущества появились и в замечательной игре World of Warships. Предлагая широкую линейку тарифов на домашний интернет для различных стилей потребления, Ростелеком также развивает нишевые предложения. Одно из них — тарифный план «Игровой», который пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков. Самое главное то, что данный тарифный план будет полезен не только профессионалам, но и начинающие игроки смогут с легкостью войти в игровой процесс, используя премиум-аккаунт и уникальные модели военной техники. Новый военно-морской онлайн-экшен позволит окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины XX века. Новая игра — не просто развлечение. Она позволит отточить логику и стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой и множеством игровых локаций обеспечат полное погружение в атмосферу морских сражений. Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания Ростелекома и на официальном сайте компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова